Провести выборы 18 марта. Впрочем, кампания официально стартует только после того, как решение будет опубликовано. На это по закону отводится 5 дней, но в Верхней Палате затягивать не хотят. Все материалы будут готовы и будут опубликованы официально 18 декабря. То есть вам два дня, выходных достаточно для того, чтобы подготовить все материалы к публикации, и мы сможем их опубликовать в понедельник. Да, совершенно верно. Спорить не о чем, утверждают единогласно. Решение, коллеги, как вы понимаете, принято очень важное. Совет Федерации исполнил свои конституционные полномочия, и мы назначили выборы президента. Совет Федерации решение принял, и это куда больше, чем формальное утверждение даты выборов. В политической жизни страны начинается важнейший период. Претенденты на президентский пост смогут передать документы в Центр избирком и, получив его одобрение, приступить к агитации. По закону главой государства может быть избран гражданин не моложе 35 лет, который не менее 10 лет постоянно проживает в России. Для регистрации от самого движенца потребуют 300 тысяч подписей. Кандидату от непарламентской партии необходимо собрать 100 тысяч, а претенденту от парламентской подписи собирать вообще не нужно. Другой нюанс. Самовыдвиженцу не позднее 11 января придется создать группу поддержки из 500 избирателей, а партиям не позднее середины января провести съезды и предоставить в Центр избирком все необходимые документы. Крайний срок подачи подписей и документов для регистрации в 18.00.31 января. И в течение 10 дней после этого ЦИК обязан либо зарегистрировать, либо принять мотивированные решения об отказе. Сама Элла Памфилова, ее тоже пригласили сегодня на заседание, уверена, компания будет максимально открытой. Очень хорошие условия созданы для наблюдателей. Помимо наблюдателей от партии, которые свободно могут перемещаться, то есть они не привязаны к тем или иным участкам, у нас еще дополнительно мы сейчас дали возможности общественным палатам, как федеральным, так и региональным, аккумулировать возможности всех общественных организаций и делегировать от имени общественных палат вот таких гражданских волонтеров. Отменено так называемое крепостное избирательное право. Теперь любой избиратель, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку. Присутствие на заседании министра иностранных дел Лаврова словно напоминание. В России готовы к попыткам давления из-за рубежа. Наши выборы вмешиваются постоянно. Президент неоднократно приводил конкретные примеры, как американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных. В любом случае решать будут не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ. Когда аргументы заканчиваются, то в ход обычно идет традиционное обвинение, мол, из кого выбирать. Но даже количество желающих побороться за президентское кресло, а их уже сейчас более двух десятков, лучшее подтверждение бурного развития политической жизни страны. В стране созданы условия для политической конкуренции. Вот это главное. У нас появилось очень много в стране интересных, ярких политиков, содержательных, может быть не столь крикливых, шумных, как кому-то бы хотелось, но потенциально способных участвовать в политике, вплоть до выдвижения на высший государственный пост. Непосредственно агитация начнется за 28 дней до выборов и закончится накануне голосования. Но уже в первой декаде февраля станет ясно, как будет выглядеть избирательный бюллетень.